Клиническая заболеваемость Клиническая заболеваемость Клиническая заболеваемость Клиническая заболеваемость Также если мы посмотрим современные рекомендации НССН, мы также увидим, что химиолучевая терапия остается золотым методом в лечении опухолей носоглотки. Если говорить о прогностических факторах, которые могут нам помочь, стоит отметить исследования наших китайских коллег, которые они опубликовали в 2019 году. Тогда они провели исследование на основе 150 пациентов, у которых определялись экспрессия PDL и BRAV. И что же получилось? PDL экспрессия была отмечена в 88% случаев, BRAV же определялась всего в 8% пациентов. И более высокая PDL экспрессия была связана с худшим прогнозом, с худшей 5-летней выживаемостью и с худшей безрецидивной выживаемостью. Те же пациенты, у которых была выявлена BRAV-мутация, их выживаемость без прогрессирования оказалась на 25% выше, чем у пациентов без BRAV-мутации. Стоит отметить, что химиолучевая терапия опухолей носоглотки связана с потенциально летальными осложнениями, такими как кровотечение. По данным разных исследований, летальность от кровотечения, возникшего во время химиолучевой терапии, составляет от 35% до 100% случаев. Также стоит отметить гематологическую токсичность 3-4 степени во время химиолучевой терапии. В сентябре 2020 года был опубликован метаанализ, который включал в себя 2400 пациентов, половина из которых получали индукционную химиотерапию с последующей химиолучевой терапией. Несмотря на то, что в группе индукционной химиотерапии гематологическая токсичность достигала 3-4 степени, 96% из всех пациентов полностью завершили лечение свое. Но стоит отметить, что всего лишь 28% из пациентов в группе индукционной химиотерапии смогли получить полные дозы химиопрепаратов во время химиолучевой терапии. Анализ же показал, что добавление индукционной химиотерапии к алгоритму лечения значительно улучшает показатель общей и безрецидивной выживаемости. Так какой же метод мог бы нам позволить сохранить эффективность индукционной химиотерапии и при этом снизить гематологическую токсичность? Одной из современных методик малой инвазивной терапии злокачественных опухолей носоглотки может являться суперселективная химиомболизация сосудов опухоли. Характеризуется она малой травматичностью, минимальным общим токсическим эффектом, при этом создается очень большая концентрация именно непосредственно в опухоли. В настоящий момент на базе нашего отделения проводится исследование, целью которого является оценка клинического значения метода суперселективной химиомболизации при опухолях у пациентов с местно распространенными злокачественными опухолями носоглотки. Первичной конечной точкой мы выбрали для себя безрецидивную выживаемость и исследование наше является двунаправленным. Критерии включения пациентов представлены на слайде. Стоит особенно отметить, что это в основном пациенты, точнее все пациенты с местно распространенными опухолями носоглотки. И один или несколько этапов лечения пациент должен получать на базе МИД с онкологией Петрова. На данном слайде представлены критерии не включения объектов в исследование. В нашем исследовании важна комбинация методов, а не каждый из них по отдельности. Первым этапом пациенту выполняется суперселективная химиомболизация сосудов опухоли на базе нейрохирургии имени Поленова. После выполнения химиомболизации пациент находится несколько суток под наблюдением нейрохирургов. Это важно для того, чтобы избежать, точнее отловить ранние осложнения и как-то с ними бороться. Далее после двух недель, после проведенной химиомболизации, пациенту выполняется МРТ мягких тканей шеи с внутривенным контрастированием для оценки эффекта проведенной терапии. Через три недели после проведения суперселективной химиомболизации пациент поступает к нам на отделение медицинкологии Петрова опухоли головы и шеи для проведения химиолучевой терапии. Химиолучевая терапия проводится по канадской методике с классическим фракционированием 5-2. Во время химиолучевой терапии пациент получает два цикла полихимиотерапии по схеме ПФ. Осуществляется редукция дозы химиоперепаратов на 25% для того, чтобы снизить как раз гематологическую токсичность. Динамическое наблюдение пациентов после лечения представлено на слайде. Основными методами являются это МРТ мягких тканей шеи для того, чтобы следить нам за возможными рецидивами, КТ грудной и брюшной полости и обязательно также выполнение анализа на крови на Эйпштейн-бар вирусную инфекцию. Это важно для прогноза. Мы готовы представить вам некоторые результаты нашей работы. Как я и говорил, в исследования были включены пациенты, которые проходили лечение с апреля 2016 года по март 2020 года на базе медицинкологии Петрова. Все пациенты были с местно распространенным раком носоглотки. Первым этапом была проведена химиомболизация микросферами с препаратом доксорубицин. И далее была проведена химиолучевая терапия. Эффект же мы оценивали с помощью МРТ мягких тканей шеи с натриевенным контрастированием по РЕЦИСТ-1.1 через 3 недели после завершения каждого из этапов. Предварительные результаты. Отмечу, что химиомболизация обеспечивает приемлемую частоту ответа у пациентов с местно распространенными опухолями носоглотки. Но необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы оценить местный контроль. Данные результаты показывают, что после проведенного полного лечения, то есть после проведения химиолучевой терапии, средняя общая доза составила 66 грей. Полный регресс после химиолучевой терапии был достигнут у 17 пациентов или 80%. Прогрессирование было выявлено у 4 пациентов или 20%. В качестве клинического примера хотел бы вам представить пациента с 47 лет. Мужчина. Обратился он впервые в марте 2017 года, когда ему был установлен местно распространенный знак качественной опухоли носоглотки. По стадии это было СИТ-3Н1М0. К тому моменту у пациента уже наблюдались нарушения слуха. Первым этапом в апреле 2017 года пациенту была проведена химиоэмболизация сосудов опухоли гипосферами, заполненными доксорубицином. И на слайде вы видите МРТ-картину до проведения химиоэмболизации и через 2 недели после проведения химиоэмболизации. После проведения химиоэмболизации у пациента отмечен частичный регресс. Далее, с апреля по июнь пациент получал химио-лучевую терапию на базе инмицинкологии Петрова. В августе месяце была произведена оценка, проведенная химио-лучевой терапией и еще двух циклов химиотерапии по схеме ПИФ. И мы получили, собственно, полный регресс. И последнее МРТ пациент выполнил буквально недавно, 27 июня, и до сих пор сохраняется полный регресс. Мне кажется, это отличный результат. Спасибо вам за внимание.